МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число пожаров в республике за август месяц продолжает расти. Только за третий день месяца на территории Мордовии зарегистрировано несколько случаев. И везде уничтожены жилые дома. Общая площадь пожаров превысила 320 квадратных метров. В 0 часов 27 минут в единую дежурную диспетчерскую службу Торбеевского района поступило сообщение о пожаре. В поселке Центральный, на улице Центральной, горел двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на площади 60 квадратных метров. На этих снимках хорошо видно, что осталось от жилого дома. Кирпичи и обугленные бревна. К счастью, жильцов дома никто не пострадал. Причину возникновения пожара выясняют дознаватели. Еще один пожар случился в Отяшевском районе. Рано утром в селе Олово на улице Горького загорелся жилой дом. А рядом с ним и соседние надворные постройки. Здесь огонь распространился на площадь 231 квадратный метр. Сложность тушения пожара заключалась в том, что существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома. Так как очаг возгорания находился в непосредственной близости от соседних домов. Но благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожарно-спасательных части номер 9, удалось быстро ликвидировать открытое горение и избежать перехода огня на соседние дома. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. Третий пожар зарегистрирован в Качкуровском районе. В 11 часов 17 минут на пуль дежурную поступило сообщение о возгорании в селе Новосельцево. На улице Центральная горел частный жилой дом. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь горения составила 36 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки и другой жилой дом. И здесь пожарным удалось избежать перехода огня на соседние дома. Из-за чего произошло возгорание, сейчас выясняют дознаватели. Без крыши над головой за сутки остались 4 семьи. Екатерина Чермянина, Александр Данилов. Происшествие. Десятый канал. Прокуратура Старошейбовского района. В районном суде поддержано ходатайство старшего следователя межмуниципального отдела МВД России Краснослободских об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу в отношении 22-летнего Виктора Ямашкина. Он подозревает в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, в ночное время 30 июля 2016 года Ямашкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя принадлежащим его автомобилем марки «Форд Фокус», на проезжей части улицы Центральная, в столе Старой Шайгова, не справился с управлением автомобилем и совершил его опрокидывание на обочину автодороги. В результате дорожного транспортного происшествия, находившийся в качестве пассажира указанного автомобиля 21-летняя девушка, получил телесные повреждения, от которых скончалось на месте происшествия. Ямашкин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения Российской Федерации. Кроме того, приговором мирового судей судебного участка номер 4 Розаевского района на 28 апреля 2016 года, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Таким образом, на момент совершения указанного дорожно-транспортного происшествия, у Ямашкина имелось неснятая и непогашенная установленным законом порядки судимость, он не имел права управления транспортными средствами. Старошайговским районным судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Ямашкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Районная прокуратура осуществляет надзор за расследованием данного уголовного дела. Денис Потемин, прокурор Старошайговского района. В прошлых выпусках программы «Происшествия» по информации МЧС мы рассказали о героическом поступке спасателя Луховского пруда, который 2 августа спасли жизнь 31-летнему мужчине. Как выяснилось, спасатель имеет к этому только косвенное отношение. Подростки 14-15 лет. Вот кто именно доставал из воды утопающего мужчину. Это обычные мальчишки, ученики саранских школ, которые умеют хорошо плавать. Все они живут в одном дворе в пролетарском районе. 2 августа этой же компании они отдыхали на Луховском водоеме. Ребята находились на берегу, когда услышали крики женщин о том, что необходимо позвать спасателей. Не раздумывая, товарищи бросились на помощь. Мы нырнули, нам показали, где он. Каждый его схватил, кто за руку, кто за ногу, его вытянули и донесли до берега. Нам еще мужчина к нам подплыл, помог нам его до берега дотащить. По словам ребят, фельдшер городского пляжа никакого активного участия по реанимации утопающего не принимала. Она просто сидела там, то есть бездействовала, его, считай, спасли. Когда его вытащили, к нему подошли левый мужчина, который, то есть, остались неизвестным. Вот, они подошли, начали, короче, помогать, вот как это, ну, блин, начали подкачивать его. Потом только подошли спасатели. Вот, там искусственное дыхание потом только сделали. Почему спасатели городского пляжа на водоеме Луховский не сообщили сотрудникам МЧС, что доставали из воды утопающего именно подростки, остается загадкой. Пресс-служба ведомства от этой истории открестилась, заявив, что они сами, по сути, были обмануты коллегами. Вот, соответственно, данная информация поступила в МЧС, со слов спасателей. Данная информация была опубликована в средствах массовой информации, на официальном сайте главного управления. Позже уже от населения, благодаря журналистам 10 канала, в МЧС поступила информация уточняющая, которая будет проверяться. И это далеко не первый случай, когда именно дети достают из воды утопающего, а спасатели городских пляжей в это время наблюдают со стороны. Месяц назад, 4 июля, на водоеме Старт ученики 8-й школы Саранской, которые состоят в кадетском движении, не дожидаясь помощи взрослых, самостоятельно подняли со дна тела 37-летнего мужчины. Никаких наград от МЧС школьники Слуховского водоема не ждут. Им хватило благодарности от девушки, спасенного мужчины. Уже за кадром подростки признались, нас так воспитали. Мимо чужой беды они не пройдут и в следующий раз. А вот спасателями, возможно, теперь заинтересуется прокуратура. Ведь налицо все признаки неоказания профессиональной помощи лицом, в чьи должностные обязанности это входит. Екатерина Чермянина, Павел Толобаев, Происшествие, 10 канал. Третий отдел полиции Саранска устанавливает личность неизвестного мужчины, который 8 июля около 5 часов утра похитил пневматическую винтовку из палатки Тира, расположенного по улице Богдана Хмельницкого. Приметы разыскиваемого. На вид 23-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные и короткие. Был одет в олимпийку серого цвета с рисунком белого цвета, спортивный трюкот серого цвета, кроссовки серого цвета с белыми шнурками. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности или местонахождении мужчины, которого вы видите на своих экранах, просьба сообщить по телефону 29 90 02 или 102. Третий отдел полиции Саранска устанавливает личность и местонахождение неизвестного молодого человека, подозреваемого в хищении кондитерской продукции. 19 июля в 19 часов 30 минут неизвестный, находясь в магазине «Перекресток» по улице Советской, взял с прилавка кондитерские изделия и, не расплатившись на кассе, покинул торговое помещение. Если вы стали очевидцем данного происшествия, либо вам известно о разыскиваемом просьбе, сообщить по телефону 29 90 02 29 81 19 или 102. 105 и 6 FM 105 и 6 FM Милицейская волна Пожарная охрана город Саран Пожарная inherits Пожарная Пожарная Продолжение следует...